Замок Франкенштейна Сегодня мы с вами разберем самое жуткое и интересное место в Германии. Это замок Франкенштейнов. Мы узнаем, что скрыто за стенами этого строения. Замок Франкенштейна – очень загадочное и атмосферное место. Он построен в 1250 году на холме Оденвальд. Оттуда любопытным и бесстрашным туристам открываются восхитительные виды на город. Но в те далекие времена замок не имел никакого отношения к Франкенштейнам. Кстати, Франкенштейн в переводе с немецкого означает «камень франков», а франки были германскими племенами и одними из тех кланов, которые привели к падению Западной Римской империи. Ну и, конечно, рассказ о замке мы начнем с его истории. Впервые замок упоминается в летописях 1252 года, и жил в нем Конрад Райтс фон Бройберг, повелитель тех краев. Превосходное место для постройки Конрад получил в предание к своей горячо любимой супруге. За счет своих мощных и крепких стен замок являлся настоящим оборонительным сооружением. В 14 веке в замке поселилась семья Франкенштейнов. Они были самыми обычными рыцарями, а замок неоднократно становился предметом борьбы между наследниками и прочими претендентами. Франкенштейны не собирались никому уступать свои владения. Замок был разделен на две части, и в нем жили две ветви этой семьи. Позже Франкенштейнам было присвоено почетное звание баронов, но их род стремительно угасал. В результате постоянных семейных неурядиц и конфликтов глава семьи, лорд Джон I, в 1662 году принял решение избавиться от замка и продал его ландграфам Гессена Дармштадта. Новые хозяева в замке не проживали, а сдавали его. В 17 веке замок был заброшен и много лет использовался как больница, а в 18 веке в этом месте началась настоящая золотая лихорадка. Местные гадалки намекали, что рядом с замком спрятаны сокровища, но никто так ничего и не нашел. В 19 веке замок Франкенштейн был частично перестроен в духе уже популярной классической страшилки. С тех пор замок являлся главной туристической достопримечательностью. Наверное, все слышали легенду о докторе или же алхимике Франкенштейне. И сейчас я вам расскажу, как он связан с этим замком. С историей замка тесно связана однознаковая фигура 17 века. Фигура знаменитого ученого, теолога, алхимика и врача Иоганна Конрада Диппель фон Франкенштейна. Он родился в замке в 1673 году и провел в нем первую половину жизни. Диппель вошел в историю немецкой науки многими открытиями, а в молодости он чуть не разрушил этот замок, пытаясь использовать нитроглицерин в качестве взрывчатки. В результате его опытов одна из башен была наполовину разрушена. Диппель прославился как вольнодумец практик оккультизма. Утверждается, что он даже занимался алхимией и экспериментировал с остатками людей. Такие эксперименты в те времена были запрещены и осуждались христианской религией. Диппель не состоял в кровном расстве с Франкенштейнами, но называл себя никак иначе, как фон Франкенштейн. Основная цель, к которой он стремился все эти годы, это поиск вечной жизни. Он верил, что ему удастся изготовить эликсир бессмертия, но все, что смог добиться ученый, это сделать животное масло. В народе его считают колдуном, заключившим договор с сатаной. Считается, что и сейчас дух Иоганна Диппеля обитает в замке Франкенштейн. И каждую новогоднюю ночь громыхает сухими костями на крыше замка, требуя доступа в свою лабораторию. В этом замке как-то раз побывали знаменитые писатели-братья Гримм. И с их посещением связана одна очень интересная история, о которой вы сейчас узнаете. В поисках вдохновения в 1812 году в замке побывали знаменитые братья Гримм, Якоб и Вильгельм. Им также стали известны устрашающие легенды этого места. Они поделились впечатлениями со своей переводчицей Мэри Джейн Клэрмонт. А та, в свою очередь, поделилась информацией со своей пачерицей Мэри Шелли. Именно эта история о знаменитом ученом вошла в основу сюжета книги Мэри Шелли, написанной ею в 1818 году. Книга все еще популярна. Это не просто ужастик. Книга наполнена смыслом и рассуждениями. Этот шедевр вдохновил последствия многих режиссеров на создание фильмов ужасов. Немалую часть в истории замка занимают жуткие и интересные легенды. Я думаю, вам будет интересно узнать про них. Замок и его окрестности издавна были связаны со многими легендами и преданиями. Когда-то считалось, что в этом районе, в Альпургеевую ночь, собираются ведьмы на свой шабаш. Местные жители до сих пор каждый год 30 апреля отмечают эту дату. Согласно одной из легенд, хозяин дома, рыцарь Георг фон Франкенштейн, сразился с летающим драконом и убил его. Каменное изваяние дракона находится неподалеку в каменоломне. А по другой легенде, в разрушенной крепости находился фонтан молодости, обладающий магическими свойствами. Говорят, что каждый, кто отведает его целебные водицы, восстановит свою молодость и красоту. Неудивительно, что все дамы, посещающие замок в первую ночь полнолуния после Вальпургевой ночи, хотят пройти свое испытание и выпить волшебную воду. Те, кто пройдут его до конца, обретут желаемое. А на этом видео про жуткий замок Франкенштейнов заканчивается. Если вам понравилось, то, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, конечно, колокольчик не забудьте. А с вами был Я Ультимейт. Всем удачи, всем! Пока!